Распространение коронавирусной инфекции вносит коррективы в работу различных учреждений. Как в условиях сложившейся ситуации работает Республиканский перинатальный центр? Продолжает ли оказывать медицинские услуги женскому населению? Ответы на эти и другие вопросы в репортаже Александра Коваленко. Сотрудники перинатального центра ежедневно проходят утренний и вечерний фильтр. Оценивается общее состояние медиков, включая термометрию. И после допуска начинается рабочий день. Одноразовые медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства для обработки рук и рабочих поверхностей. Такой набор, состоящий из средств индивидуальной защиты для медицинских работников Республиканского перинатального центра, в начале смены поступает в каждое отделение роддома. Дефицита этих средств в роддоме сегодня нет. На случай непредвиденного поступления пациенток с вирусными инфекциями, не обязательно с коронавирусной, У нас рожают женщины с гриппом, с ОРЗ. Для них, конечно, другой режим. Они одеваются в хирургические одноразовые костюмы, бахилы, шапочки, которые после оказания помощи педпациентке утилизируются. Самая главная наша задача – это не допустить поступления пациентки или обращения за помощью в женскую консультацию пациентки, которая является выделителем новой коронавирусной инфекции. Для этого существуют у нас фильтры, которые отслеживают здоровье женщин, которые обращаются за помощью. Руководством перинатального центра были разработаны документы, в которых прописан порядок организации работы по профилактике коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи по профилю акушерства и гинекология в амбулаторных условиях. Для беременных, состоящих на учете в женской консультации, определен порядок наблюдения, включающий в себя несколько обязательных посещений. Это и постановка на учет, проведение всех УЗИ-скринингов, а также ведение антирезусного глобулина. Каждая женщина, готовящаяся стать мамой, постоянно поддерживает дистанционную связь со своим участковым врачом и акушеркой, обозначая жалобы и получая все ответы на вопросы. Параметры своего здоровья она фиксирует на бумаге. Пациентка дома сама контролирует количество выпитой и выделенной жидкостью, характер шевелений, уровень артериального давления, частоту дыхательных движений, наличие отеков и так далее. Эти листы заполняет каждая здоровая пациентка еженедельно и присылает с помощью каких-либо аккантов своему врачу или акушерке. Но чтобы попасть на прием в женскую консультацию, каждая женщина проходит через санпропускник. Здесь проводится опрос в отношении эпидемиологической ситуации в семье. Осмотрено наличие признаков вирусной инфекции. Будущим мамам измеряют температуру. Они обрабатывают руки, надевают бахилы и маску и только после этого проходят к доктору. Если вдруг пациентка обратилась за помощью, а у нее есть температура, она на прием не допускается, значит, получает рекомендации о самоизоляции на дому. И смотря по состоянию, если состояние удовлетворительно, мы рекомендуем вызвать терапевта на дом. Если она чувствует себя плохо или уровень гипертермии высокий, значит, она вызывает скорую помощь. Об этой ситуации сразу отсюда информация идет ко мне и далее в Минздрав. Строго ведется и прием рожениц в приемном отделении. Все данные о состоянии беременной заносятся в журнал. В условиях пандемии пациентки также под особым чутким контролем врачей. Сегодня в задачи медперсонала, помимо своего стандартного спектра, включено и обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности рожениц и их постоянное наблюдение на предмет отсутствия симптомов коронавирусной инфекции. Принимаем беременную в следующем порядке. То есть, не заводя фильтр, сначала через окошечко спрашиваем у нее, не выезжала ли она, не контактировала ли она. Ну, то есть, собираем эпидонамность. Евгения Пономарева отмечает, количество родов за текущий месяц заметно увеличилось. И несмотря на то, что некоторая категория сотрудников в связи со сложившейся ситуацией в мире вынуждена временно находиться дома, родильный дом продолжает работать в обычном режиме. Некоторые категории работников сейчас не работают. Те, кто могут выполнять свои функциональные обязанности без ущерба основной работе и могут делать это дистанционно, они приказом отправлены на дистанционную работу. То есть, это бухгалтерия, экономисты, юристы, люди, которые могут работать дистанционно. Кроме того, не работают на сегодняшний день сотрудники, возраст которых превышает 65 лет. Тоже, знаете, они находятся на листе нетрудоспособности с 6 апреля до 30 апреля, пока до получения особых распоряжений. Александра Коваленко, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова